Добрый день, уважаемые депутаты, все присутствующие в этом зале. На заседании собрания Думы сегодня присутствует 11 депутатов, 2 отсутствуют. Таким образом, ворум имеется, заседание считаем открытым. Приступим к обсуждению повестки. На повестке сегодня 11 вопросов. Повестка у всех на руках. Кто за то, чтобы данную повестку принять за основу, прошу голосовать. За, против, воздержались, приняты единогласно. Уважаемые депутаты, изменения, дополнения в повестку будут? Если изменений и дополнений нет, предлагаю повестку утвердить в целом. Кто за, прошу голосовать. Против, воздержались, приняты единогласно. Спасибо. Уважаемые депутаты, переходим к первому и важному вопросу повестки. Как вы помните, на 22 августа было назначено проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Колпашевского района. Конкурс состоялся и по результатам его проведения в конкурсной комиссии было принято решение представить в Думу Колпашевского района для избрания главы Колпашевского района две кандидатуры. Первая кандидатура это Агеев Антон Борисович и вторая кандидатура Колесников Александр Владимирович. В настоящее время депутатам Думы Колпашевского района предстоит из числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии, избрать главу Колпашевского района. Предлагаю следующий порядок рассмотрения данного вопроса. Каждый из кандидатов выступит перед нами с программой развития Колпашевского района на предстоящий пятилетний период. Заслушивать кандидатов мы будем в алфавитном порядке. После выступления каждого из кандидатов мы сможем задать им вопросы, а после завершения выступления кандидатов мы перейдем к обсуждению и процедуре голосования. В соответствии с уставом Колпашевского района решение Думы Колпашевского района об избрании главы Колпашевского района принимается большинством голосов от установленной численности депутатов открытым голосованием. Вопросы по процедуре избрания главы района имеются? Всем все понятно? Отлично. Переходим к заслуживанию первого кандидата. Агеев Антон Борисович. Пожалуйста, Антон Борисович. Здравствуйте, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. Прежде чем рассказать о своей программе на пятилетний период для Колпашевского района, позвольте немного расскажу о себе. Агеев Антон Борисович, 85-го года рождения, родился и вырос я в городе Колпашево. Закончил пятую школу, затем Томский сельскохозяйственный техникум, также здесь в городе Колпашево. Отлучался на пять лет в Томск, чтобы закончить Российскую академию правосудия, после чего удалось устроиться работать в администрацию Каргасовского района. Проработав там на определенное время на должности юриста, по конкурсу прошел в администрацию Колпашевского района, после чего назначен был через какое-то время начальником отдела закупок МКУ-агентства. После реорганизации этого отдела стал начальником отдела закупок администрации района. С 2019 года являюсь первым заместителем главы Колпашевского района, ну и с июня месяца являюсь временно исполняющим обязанности главы района. Если вкратце, то вот такая профессиональная биография. Итак, позвольте приступить к своему видению развития Колпашевского района. Цель деятельности на должности главы района это улучшение социально-экономического развития района и повышение уровня качества жизни его жителей. Главными задачами в работе на посты главы района в рамках полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю профессиональное управление хозяйственным комплексом района, представление и защита интересов жителей, грамотное руководство административным аппаратом. Работу главы района вижу в тесном взаимодействии с депутатами, общественностью, руководителями предприятий и учреждений района, губернатором и, конечно, администрацией Топской области. В начале своего доклада прежде всего хочу осветить текущую социально-экономическую ситуацию в районе. В целом, ситуация в районе по итогам 2021 года характеризуется некоторым замедлением темпов роста в отдельных сферах экономической деятельности. Тем не менее, Колпашский район сохраняет позиции в первые десятки среди 19 городов и районов Томской области по многим социально-экономическим показателям. Несмотря на количественное снижение субъектов хозяйственной деятельности, отмечается ежегодный прирост основного макроэкономического показателя – оборота организации. За 2021 год оборот организации с учетом субъектов малого предпринимательства составил более 11 миллиардов рублей. Прирост к уровню 2020 года составил 6,5%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, включая предприятия и организации с численностью работников до 15 человек, начисленная за 2021 год составила 50 тысяч рублей. За 2020 год это было 48 тысяч рублей. Сохраняется позиция Калпашского района по данному показателю в региональном рейтинге. Седьмое место – это после нефтяных районов и города Томска. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2021 года составил 2,4%, что обусловлено улучшением обстановки на рынке труда в результате проведения межведомственных мероприятий в 2021 году. В 2021 году сам лично курировал это направление по поручению главы района. И межведомственные взаимодействия со службой занятости нашего района привели и дали положительный результат. Мы вернулись к уровню до пандемийного по безработице. Одной из самых важных, но в то же время сложных, ответственных является сфера ЖКХ. Основные цели в сфере ЖКХ, которые ставлю перед собой, – это повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. Итак, по теплоснабжению. Сферы теплоснабжения в районе представлены 37 котельными и 7-10 километрами сетей теплоснабжения. Острой проблемой сферы теплоснабжения является задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребление энергоресурсов, топлива, газ, электроэнергии. Самая большая здесь, конечно же, задолженность идет по газу. Веткость и изношенность тепловых сетей, многочисленные порывы в процессе прохождения осенне-зимних периодов, большие теплопотери в сетях. В соответствии с действующим законодательством, объекты коммунальной инфраструктуры могут передаваться в хозведения муниципальным предприятиям либо иным хозяйствующим субъектам на условиях концессионных соглашений. Эксплуатация объектов на условиях соглашения является эффективным механизмом привлечения инвестиций и обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В рамках реализации которого должны решаться выше обозначенные проблемы. Однако, к сожалению, опыта, наработанного на территории области в этой сфере, пока недостаточно. Особенно остро стоит вопрос по концессии в отношении объектов с малыми коммунальными мощностями, так как они не представляют особо инвестиционного интереса для потенциальных концессионеров. Все это является серьезной проблемой в сфере управления коммунальным хозяйством в целом, в сфере теплооснабжения в частности, к решению которой намерен решать на посту главы Калпашевского района. Водоснабжение и водоотведение. Последние годы немало сделано в решении вопроса обеспечения населения водой. Помимо деятельности по обеспечению работы действующей инфраструктуры, это ремонты, ремонты и замены оборудования, в сельских населенных пунктах района сремонтированы 10 комплексов, которые обеспечили граждан качественной питьевой водой. Очевидно, что на этом останавливаться не следует. Существует потребность еще как минимум в шести таких объектов. В ближайшие годы следует завершить намеченные планы. Сложная ситуация с состоянием централизованных водопроводных сетей, потери давления в часы пикового водоразбора и народные примеси. Имеет место большой социальный запрос на подключение к сетям новых абонентов. Считаю, что следует комплексно подойти к решению данной проблемы. Необходимо проработать план мероприятий, направленный на модернизацию централизованных водопроводных сетей в населенных пунктах района в целом. Нельзя не сказать и о ситуации с водоотведением. Канализационные очистные сооружения в Калпашском городском поселении недостаточно эффективны. На левом бережье района в принципе отсутствует комплексы, которые могли бы принимать стоки от населения. Требуется построить канализационные очистные сооружения в селе Тогур, а также провести строительство канализационных очистных сооружений в самом городе Калпашево. В 2020 году в рамках программы закладывались средства на реализацию по проектированию строительства очистных сооружений Калпашевского городского поселения. Но, однако, в связи с развитием пандемийных явлений были секвестированы. Работа по возобновлению финансирования ведется сейчас. Считаю, что необходимо довести ее до логического завершения. Что касается левой бережья, то проблемы с отсутствием очистных сооружений испытывают не только жители Калпашевского района, а также население муниципалитетов, граничащих с нами. В связи с этим проблему будем решать при участии областной власти и коллег из соседних районов. Дороги и транспортное обслуживание. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения организации транспортного обслуживания населения являются основными задачами. Район успешно участвует в реализации областных программ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры. С 2016 по 2021 год на территории района произведен ремонт 54 объектов в городском и 4 сельских поселениях. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 23 километра, порядка 9 километров пешеходных дорожек, а также 20 пешеходных переходов. В 2022 году показатели прирастут еще 5 километрами проезжих частей и 770 метров пешеходных тротуаров, также искусственными неровностями. Темпы хорошие, но нельзя допускать их снижения. Следует добиваться увеличения показателей. Как потомок династии речников, отчетливо понимают значимость водных перевозок для такого района, как Колпашевский, визитной карточкой которого является паромная переправа через реку Обь. Помимо паромной переправы в районе действуют два пассажирских водных маршрута. Несмотря на некоторую стабильность, которая установилась в последние годы, это хрупкий механизм, работу которого следует поддерживать постоянно. К сожалению, не приходится говорить о стабильности в сфере перевозок автомобильным транспортам. В 2021 году в городском поселении произошли существенные изменения в сфере организации транспортного ослуживания, произошла оптимизация маршрутной сети, замена неудобных газелей на автобусы ПАЗ. В связи с отсутствием необходимого финансового обеспечения, в связи с тем, что предприятие-перевозчик полностью исчерпало собственные ресурсы, остров стал вопрос оказания услуг населению на маршрутах общественного транспорта, вплоть до остановки их работы. Намерен завести данный вопрос в программное русло. Вопросы организации обслуживания населения такого района, как Калпашский, должны решаться путем бюджетного планирования на условиях софинансирования из областного бюджета. Все участники процесса, включая власть и перевозчиков, должны отчетливо понимать свою роль. Это позволит избежать ситуаций, связанных с рисками остановки работы транспорта и экстренного вливания бюджетных средств. По благоустройству. В рамках реализации федерального регионального проектов, создания современной городской средины территории и района, в последние годы благоустроено 10 общественных пространств. Два проекта в работе на сегодняшний день. Реализуется большой проект по итогам конкурса «Малые города и исторические поселения». Территория благоустраивается, принимает новый облик, затрачиваются миллионы бюджетных средств, однако должного содержания, сохранить достигнутых результатов без должного содержания не удастся. Считаю, что настала пора открыто говорить о слабом финансировании содержания объектов благоустройства. Одной из задач ставлю перед собой – изыскание источников финансирования на эти цели. По газификации. Газификация района ведется с 2005 года. В целом, за период газификации построены газораспределительные сети протяженностью 257 километров. Подведен газ к домовладениям 4913, из них подключены 4469. Построено и эксплуатируется 20 газовых котельных, закрыто 33 угольных и 3 нефтяных. Важнейшим вопросом является газификация и догазификация домовладений Колпашево, Тогур, Чижимто. В срок до 2024 года планируется построить газораспределительные сети до границ земельных участков без участия средств собственников. По объектным планам догазификации включены 977 домовладений – это Колпашево, Тогур и Чижимто. На 2023 год планируется догазификация 709 домовладений, в том числе микрорайоны Матьянга и НГСС, село Тогур. Догазификация невозможна без участия самих собственников. Намерен приложить максимальные усилия в работе с населением, в части проведения информационно-разъяснительной работы, через сходы, личные встречи, через подомовые обходы и доведение показателя по данным заявкам до 100% объема. Совместная работа оператора газификации, органов местного самоуправления и населения является залогом успеха в своевременной реализации мероприятий под газификацией. По ветхому аварийному жилью. Сегодня, как многим известно, под расселение попадают жилые дома, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. На территории района с октября 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу 18 многоквартирных домов. Общая расселяемая площадь составляет 5700 квадратных метров. Число жителей, которые планируются к расселению, 290 человек. Сложилась ситуация, при которой ветхий аварийный фонд на территории района не попадает под действующие критерии расселения. На местном уровне проблема расселения видится неразрешимой ввиду невозможности возложения затрат на местный бюджет. Проблему намерен решать с привлечением областной власти и областных, и федеральных депутатов. По содействию малому и среднему предпринимательству. Малый и средний бизнес в Скалпашском районе, без учета индивидуальных предпринимателей, это 43% общего количества организаций. Порядка 17% постоянных рабочих мест, численности рабочих мест всех предприятий и организаций района. И порядка 21% оборота всех организаций и предприятий. С целью повышения доступности финансовой формы поддержки для субъектов малого предпринимательства, приоритетных для районных секторах экономики, в 2021 году был разработан новый механизм финансовой поддержки, предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, в целях возмещения части затрат в связи приобретением собственности основных средств, связанных с производством товаров, работы и услуг. Считаю, необходимо продолжить работу по разработке и внедрению новых механизмов финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства. По образованию. Система образования Калпашского района характеризуется следующими показателями. Общее число образовательных организаций 25, 15 общеобразовательных организаций, 6 дошкольных, 4 организации дополнительного образования. Общая численность обучающихся 7 250 человек. В том числе дошкольные группы, 1829 человек. Отрасльное образование является самой крупной по объему финансирования. Обязательства по финансированию дополнительного образования, присмотра и ухода за детьми в организациях дошкольного образования, содержание пришкольного интерната, содержание ремонта образовательных организаций, подвоза детей к школам, проезда водным транспортным школьников, проживающих в микрорайоне Грейт, к месту учебы и обратно, горячее питание, летний отдых и другие расходы, без которых невозможно обеспечить предоставление качественного образования, в том числе на оплату труда, будут выполняться неукоснительно. Для главы района считаю в сфере образования первостепенными задачами это обновление инфраструктуры. Администрация района несколько лет работала на то, чтобы начать капитальный ремонт здания второй школы и строительство Сааровской средней школы. Моя задача сейчас обеспечить контроль за выполнением работы, своевременный ввод этих социально значимых объектов в эксплуатацию. В период временного исполнения обязанностей главы района мы уже начали подготовку к проведению капитального ремонта еще двух объектов образования. Это основное здание Тогурской средней школы и здание Чижимтовской средней школы. Предварительно эти объекты включены на 2024-2025 годы. Эти образовательные организации уже давно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но я смотрю и на перспективу, для чего в текущем году были подготовлены дефектные ведомости на здание седьмой школы. Эта школа также включена в статистику, как школа нуждающаяся в капитальном ремонте. Таким образом, проводим ремонты и строительство в настоящее время, работаем на среднесрочную, уже понятную перспективу, ведем работу на долгосрочную перспективу. Необходимость строительства новой школы в центре города, здания лыжной базы ни у кого не вызывает сомнений. Это те проекты, подготовка к реализации которых занимает не один год. В планах это уже давно, и я беру на себя продолжение этой работы. В случае избрания меня главой района, система образования района сохранит направленность на реализацию равных возможностей в получении качественного, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. По культуре. Полномочия в сфере культуры переданы органам местного самоуправления поселений на уровень района. В настоящее время это два бюджетных учреждения, это центр культуры и досуга, и библиотека. Культура длительное время являлась отраслью, финансированной по остаточному принципу. И несмотря на то, что за последние годы в нашем районе было построено два дома культуры, существует острая необходимость строительства домов культуры в Чижимто, Новоселово, микрорайоне Матьянга, и монтогородского дома культуры, и дома культуры в селе Инкино. Также жители НГСС неоднократно обращались с просьбой строительства у них дома культуры. Над решением этих вопросов я планирую работать в первую очередь. Планирую продолжать разведение библиотечных пространств. Модельные библиотеки очень нравятся нашему населению, являются центром притяжения. Первая – это детская библиотека в Тогуре, на которую уже готов проект для участия в конкурсном отборе. Обязательно будем работать с сельскими библиотеками. У Колпашской культуры уже есть успешный опыт участия в национальных проектах. Я буду делать большой акцент на участие культуры в грантах. Это реальная возможность привлечь денежные средства на развитие культуры, инфраструктуры и проведение мероприятий. Опыт, успешный на работе, нужно заниматься по полной программе и на системной основе. Туризм. Я намерен при реализации проекта в сфере туризма создавать условия, в первую очередь, для жителей нашего района. Благоустройство второго светлого озера как пляжной территории, цивилизованный безопасный отдых на воде – это то, что наиболее востребовано нашими жителями. Но на это существует очень большой социальный запрос населения. И на это я буду работать. А гранты в сфере туризма, на которые мы очень рассчитываем, будут нам в помощь. По массовому спорту. Несмотря на то, что основные полномочия по развитию массового спорта находятся на уровне поселений, в районах достаточно глобальных задач и, в первую очередь, это спортивная инфраструктура. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Очень тяжелый объект. Бросать его, конечно, нельзя. Эта проблема обозначена на всех уровнях власти. И его нужно достраивать. Лыжная база. Провели большую работу. Подготовили проект освоения лесов для того, чтобы была возможность осветить лыжную трассу. И опять проблема в недобросовестности подрядчиков, изготавливающих проектную документацию. Через суд обязали подрядчиков выполнить свои обязанности. Судебные приставы работают, а мы этот процесс контролируем. В настоящее время начались работы по реконструкции так называемого Меховского стадиона в рамках национального проекта. Ставлю перед собой задачу по приведению в нормативное состояние поля детской и юношеской спортивной школы. Оснащение спортинвентарем, организацию выездов будем продолжать. Я намерен организовывать несколько районных мероприятий. В ближайшее время пройдет соревнование по пионер-болу на кубок главы района среди ветеранских организаций. У нас уже была идея большого детского турнира. Депутаты районной думы даже утвердили финансирование на эти цели. Но из-за ковидных ограничений нам так и не удалось реализовать эту идею. Думаю, что в ближайшее время необходимо к этому вопросу вернуться. Безопасность детства. Важнее жизни и здоровья детей ничего нет. Для меня это факт. В нашем районе для этого ее делается много. Определенные вещи уже стали практикой повседневной. Такие как рейды у водоемов в летнее время. Или установка дымоизвещателей в семьях, состоящих на учете. Или многодетных семьях. Какие-то являются передовыми даже на уровне региона. Так, с прошлого учебного года все образовательные организации, где это необходимо в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, охраняются охранными предприятиями, имеющими лицензию. И в своей работе я намерен и в дальнейшем обращать внимание на безопасность детей. Есть новые наработки. Все это будет внедряться. И я намерен держать эти вопросы на личном контроле. Моя работа на посту главы района построена на тесном взаимодействии с жителями района и общественными организациями. Поэтому ставлю для себя задачу в первую очередь объехать все населенные пункты Калпашского района и провести в них встречи с населением. Необходимо более активно развивать взаимодействие с гражданами посредством социальных сетей. Это позволяет решать сразу несколько важных задач. Это диалог с жителями и оперативное донесение до них важной информации о работе местных властей и получение, конечно же, обратной связи. Полное всестороннее рассмотрение поступающих обращений граждан остается одной из приоритетных направлений деятельности главы района. Так как именно на местном уровне решается большинство самых насущих и злободневных вопросов, которые более всего волнуют наших жителей. Поэтому результаты работы с обращениями граждан становятся одним из основных критериев уровня доверия населения к власти. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Вопросы, пожалуйста, к Антону Борисовичу. Можно, пожалуйста, Андрей Сергеевич. Антон Борисович, ответите, пожалуйста, на следующий вопрос. Прямо мне несколько к вам. Первый, вы говорили о том, что у нас увеличивается бюджет на 6%, если я правильно запомнила. Нет, не о бюджете. Речь шла о 6% это оборот организации с учетом субъектов малого предпринимательства. То есть это макроэкономические показатели. Все, вы, значит, ошиблась, неправильно расслышал. Скажите, пожалуйста, а тогда какие шаги вам будут предприняты для того, чтобы увеличивать именно местный уровень бюджета? Вот у нас он составляет 300 миллионов с чем-то. Ну, как бы на следующие годы, ну, последующие 5 лет. Ну, однозначно, это привлечение вне бюджетных источников. Только так, потому что бюджет это все-таки налоги, налоги с граждан, да, повышать налоги, ну, не очень бы хотелось ни мне, ни органам федеральной власти. Поэтому здесь вне бюджета это работа с имуществом, его грамотное, так скажем, распоряжение, владение этим имуществом. Ну, и помимо этого, работа с областной властью, привлечение средств именно с области и с федерацией. Да такси имущество? Конечно, конечно. А как вы думаете, на сколько процентов реально увеличить, ну, как бы бюджет, за счет внебюджетной работы? Ну, по вашей оценке, вы все равно знаете, то есть, что у нас в обладении находится на сегодняшний день, каким образом это именно... То есть, вы имеете в комплексе все о том, что я сказал, да? Без дотации областных федеральных? Я думаю, ну, процентов на 10. Можно. За год или вот за... За год, за год. В течение следующего года, я понимаю, да? Да. Еще такой вопрос демографический, ну, демографии касается. У нас идет приблизительный отток, ну, не только отток, ну, как бы и смертность населения, и в том числе уезжают люди примерно 500 человек в год. По этому поводу, что вы скажете, что вы ответите? Ну, здесь однозначно люди почему выезжают? Есть какая-то определенная причина. Причина – неудовлетворенность в какой-то мере в своей жизни, так скажем, или условиями, в которых они существуют. Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы люди не уезжали, ни больше, ни меньше. Ну, по некоторым опросам, вот, ну, я лично проводила некоторые вопросы, некоторые, так скажем, директора организации говорят о том, что не хватает, ну, как бы специалистов. Специалисты уезжают ввиду того, что у нас есть паромная переправа. То есть многих молодых специалистов это как раз останавливает то, чтобы приехать, например, в наш район, да, в то же самое Колпашское городское поселение и оставаться здесь. Вы как видите эту ситуацию? Паромные переправы действительно это, ну, как бы решение? Я вам на своем примере скажу, когда, я являюсь жителем Коринного Колпашского района, когда поехал в Каргасовский район устраиваться туда, проехался по этой дороге, я сделал вывод, что на пароме-то намного комфортнее ездить. Окей, согласно. Ну, еще какие-то, кстати, решения есть у вас, программа перед собой, задачи какие-то ставить, я уже понимаю, что на всю программу надо зачитать. Ну, ну, так скажем, наработки есть, но о которых я, ну, сейчас бы не хотел говорить. Хорошо. И недавно, 17-го числа, 17-го в август, она была заседания, говорили о том, что школы едаются пролетентам вашим, да, надеюсь, от этих слов не отказываетесь. Видите ли вы необходимость притока специалистов в образование, каким образом, и по поводу зарплат в бюджетной сфере, именно в сфере образования, хотел уточнить. Ну, приток специалистов однозначно у каждого молодого специалиста, первое, что возникает при приезде в новый населенный пункт, новую местность, да, где я буду жить, это первое. Это однозначно сейчас по результатам приезда временно исполняющего обязанности губернатора, мы выполняем его поручение, подыскиваем земельный участок, на котором будет построен бюджетный дом. Это нам построит, позволит закрыть потребность кадров здравоохранения, культуры, образования. То есть, все то, в чем есть у нас потребность. Я думаю, что обеспечение жильем это первостепенно. Ну, и себя, это от себя добавлю, из опыта общения с молодыми специалистами-то мечами, их-то поскольку волнует жилье. Первый вопрос, который мне задал молодой специалист, врач, а у вас бургерная есть? То есть, ну, вы понимаете, нужно информацию доносить о районе, в медицинских вузах, в вузах культуры и так далее. То есть, информацию о районе рассказывать, что у нас есть, почему к нам стоит приехать, потому что информации нет, если они только не загуглят Калпачский район. Мне тоже, кстати. Так, и еще есть по поводу зарплат, ну, как в том числе бюджетников, в том числе учителей. У нас на сегодняшний день, я насколько понимаю, по информации педагогов, опять-таки, не запрашивая в отдельное образование, в нашу информацию, что средняя зарплата по учреждению, она ниже, чем средняя зарплата по региону. Ну, не готов сказать, но здесь нужно проработать. Ну, и это вот в моем видении данного вопроса. Я считаю, что вообще средняя зарплата в бюджетном учреждении, она, ну, как бы, минимум должна быть соответствовать именно средней зарплате по региону. И более того, я считаю, что, ну, как бы, многие педагоги, которые получают ту самую среднюю зарплату, они работают чуть больше, чем на ставку. Ну, как бы, соответственно, получают такую, ну, относительно большую зарплату. И все-таки здесь я вижу проблема в том, что все-таки человек должен, работая на ставку, получать средний зарплат. Ну, здесь с вами сложно не согласиться. Почему? По одной простой причине, что у нас весь бюджет такой. Вот все бюджетные организации, они зарплату, то получают специалисты намного меньше. Минималка. Вы думаете, проблема кадрового вопроса – это проблема здравоохранения, образования и культуры? Да нет. И органов местного самоуправления в том числе. Работа, объема, объем работы колоссальный. Он с каждым годом растет и растет, а зарплаты-то не растут. Еще есть несколько вопросов по поводу, как вы говорили, ЖКХ, водоснабжения. Вы, может быть, помните, или я напомню, в прошлом году я обращалась, по крайней мере, с выделением охранной территории вокруг скважины по адресу профессиональная. Все-таки эта скважина, она имеет место быть. Мы многие вопросы прояснили, которые возникали, в том числе на том заседании Думы. Я все-таки считаю, что в реале районная администрация открестилась от этой скважины, укрываясь тем, что это все-таки находится в ведомстве городского поселения, Колбашевского. Потому что у нас все-таки есть 131-й федеральный закон, в котором ясно сказано о том, что введение водоснабжения, муниципальный район, также является полномочным. Вот и все-таки ваши действия, какие-то вы рассматриваете вообще эту скважину, как-то вы можете нам помочь, ну, как инициативной группе, или вот мне, как депутату, который за эту скважину все-таки стоит, как-то ее обустроить, облагородить. Потому что ее поставят на учет все-таки, она сейчас является, имеет свой кадастровый номер, и на следующий год все-таки поставят ее на баланс городскому поселению. Но на сегодняшний день там изо всех щелей бьет вода, ну, как бы, и пруд, который находится около этой скважины, он все-таки, ну, необходимо там почистить. Ну, давайте эти вопросы решать, в том числе и в правом поле. Вот первые шаги городское поселение уже сделало, да, поставили на кадастровый учет? Правильно понимаю? Ну... Если сейчас не оформят они в собственность, то любая копейка, вложенная в эту скважину, грозит уголовным преследованием, преследованием до главы поселения. Поэтому, ну, давайте в правом поле и работать. Это долгий процесс. Но заводить это, назначить, что нужно в правом поле. Ну, как, ну, администрация районных поселения в данных скважинах укладывает никаких, ну, как, ни денежных средств, ни рук не имеет права. Правильно? Совершенно. Понятно. И последний вопрос по поводу северной широтной дороги. Ну, как вы видите, в стратегии Томской области до 2030 года развитие Калпашского района, ну, как-то ходит вокруг именно этой дороги. Ну, какие-то шаги, может быть, с вашей стороны, может быть, уже сделан какой-то, создан какой-то задел с администрацией Томской области по поводу ее строительства? Ну, смотрите, ну, вот северная широтная дорога для меня, как бы, в приоритете, ну, в второстепенном стоит. Первая для меня стоит эта дорога, по которой мы ездим с вами, ну, практически ежедневно, для обережья. Давайте сначала сделаем то. Для этого с временно исполняющим обязанности губернатора прокатились, увидели, посмотрели, что такое поручение им даны. Это областная дорога, но все-таки информация от нас, от органов местного самоуправления проходит. Давайте у себя сначала сделаем порядок, а потом уже будем северной широтной дорогой с областными властями работать. Все, благодарю. Еще вопросы? Пожалуйста. Вы скажите, пожалуйста, ну, вот насчет фокусов с губернатором, с исполняющими обязанностями. Губернатор вопрос обсуждает, какой-то банк не финансирован, или план по его все-таки достроению? Ну, так скажем, вопрос Владимиру Владимировичу взят на контроль. Пока, ну, обсуждали, взят на контроль, пока все информацию, пока, как вы, могу сказать. Еще вопросы будут? Хорошо, вопросов нет. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Переходим к заслушиванию второго кондитента. Колесникова Александра Владимировича. Александр Владимирович, пожалуйста, занимайтесь по трибуну. Спасибо. 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 Всем здравствуйте, уважаемые депутаты, присутствующие в РИО главы. Также расскажу коротко о себе. Мне 38 лет, женат, двое маленьких детей, 62 года. Родился в Колпашево, закончил четвертый сад, закончил четвертую школу, закончил Томский политехнический университет. Два года служил в Севастополе, там выполнил норматив мастера спорта по двум видам спорта. Несколько родов деятельности уже применил, так сказать, на себе испытал. Но основной был это 10 лет работы в бурении на буровых установках в полях. Основная задача была правильно все планировать и потом проводить, как говорится, скважину по траектории. То есть ошибок быть не должно. Ну и, в принципе, об этом, как бы это основная, наверное, моя заслуга, что ли, что научился планировать и потом все это выполнять. Теперь перейдем к программе, которую я зачитывал комиссии неделю назад. И зачитаю ее и вам. Программа состоит из шести пунктов. Первый пункт – это оценка текущего социально-экономического состояния Калпашского района. Ну и начну свой доклад с цифр. Так как я инженер, еще раз повторюсь, наверное, больше не буду это говорить, если что поправите. Поэтому доверяю больше всего цифрам, чем каким-либо другим словам. И начну с экономической составляющей состояния Калпашского района. Самый яркий показатель этой составляющей является уменьшение числа хозяйствующих субъектов на территории Калпашского района. Что подразумевается? Предприятия, организации, их филиалы и подразделения. За 10 лет последних, только беру последние 10 лет пока, число таких субъектов у нас сократилось на 205 единиц. С 453 до 248. Из них 162 с частной формой собственности и лишь 27 с муниципальной либо государственной формой собственности. Ну, муниципальные и государственные примерно 1 и 2, то есть она финансирует все с бюджетом. Как мы видим, из 7 закрывающихся предприятий только одно является государственным. Все остальные частные. Идем дальше. Количество индивидуальных предпринимателей также сократилось за 10 лет очень значительно. На 439 единиц. С 1091 индивидуального предпринимателя до 652. И из этих цифр видно, что положение частных предприятий и организаций в условиях рыночной экономики, которая действует у нас уже на протяжении последних 30 лет, оно шаткое. Как и рабочие места, которые создаются этими предприятиями. То есть рабочие места, которые создаются этими предприятиями, они не имеют долгосрочной перспективы. Люди это видят. И у них не возникает желания продолжать жить в Колпашевском районе. И таким образом у нас случается отток хороших специалистов, ну и других жителей, в том числе родителей детей. Например, тоже с ними переезжают на то место, куда выезжают их дети. Это Антонск и Новосибирск. И также в этих условиях, когда у тебя нет работы, намного сложнее заводить детей. Я думаю, все это знают. Потому что есть неопределенность. Должна быть определенность в будущем, тогда можно будет заводить детей. И теперь плавно перехожу к социальной составляющей оценки текущего состояния Колпашевского района. За последние 10 лет население района сократилось на 3600 человек. А за последние 20 лет почти на 11600 человек. Такое значительное сокращение. На начало года население Колпашевского района составляло 36,5 тысяч человек. А 30 лет назад население... Перебивают, да? Подожди. А 30 лет назад в пределах границ текущего Колпашевского района население составляло более 50 тысяч человек. То есть уже мы потеряли 14 тысяч, как минимум, наших сограждан. Мы потеряли в каком смысле? То есть здесь составляющие естественный прирост или убыль, либо миграционный прирост, либо убыль. Они примерно поровну вносят вклад в эти цифры. И на комиссии неделю назад я давал такой усредненный расчет по прогнозу численности населения на будущее. Причем на достижимое будущее, которое уже не за горами, как говорится. Я сейчас сделал более точный. И за последние три года у нас население района сокращается по 575 человек в год. Ну, это цифры, это есть везде. Там Википедия, всякие статистика и так далее. По этому расчету у нас к 2086 году, то есть через 64 года, население района составит 0 человек. Примерно в это время мои дети достигнут пенсионного возраста. И, скорее всего, они его достигнут не здесь. И нельзя забывать также, что население страны также сокращается. То есть на миллион в год. Последние два года мы потеряли 2 миллиона человек. Часть миграции, часть уехали, часть из них это больше умерло, чем родилось. Так, дальше. Еще такой момент по этому поводу хотел сказать. Если вдруг кто-то скажет, что это просто расчеты и так далее. Если вдруг мои расчеты не верны и население района исчезнет с лица земли не в этом веке, а в следующем, то кому-то от этого станет легче или нет? Я думаю, что нет. Не станет легче. Поэтому ситуацию надо менять и как можно скорее. Дальше объясню, каким образом. Ну и по еще одной оценке социально-экономического нашего состояния района, то наш район по-прежнему богат огромным человеческим потенциалом и также природными ресурсами. Поэтому здесь по-прежнему можно развивать сельское хозяйство, деревообрабатывающую промышленность, ну и в том числе и туризм. На территории Колпашевского района проживает более 19 тысяч людей трудоспособного возраста. Около 8 тысяч детей на территории Колпашевского района по-прежнему проживает. Здесь есть садики, школы, больницы, кинотеатры, стадион, библиотеки. Все это есть. То есть у нас инфраструктура готова для того, чтобы поддержать прорыв района и переориентацию от того направления, с которым мы движемся. Но последние 30 лет, потому что мы последние 30 лет только вымираем. Был там один всплеск, на несколько человек была прибыль населения. В основном мы сокращаемся в этом плане. То есть у нас инфраструктура полностью готова. Ничего лишнего делать не надо. Нужно только сделать то, что я скажу дальше. И теперь второй пункт моей программы. Это основные проблемы социально-экономического развития Колпашевского района. Я выделил три основных проблемы, а из них уже вытекают все последующие, которые тормозят развитие Колпашевского района. Первая проблема – это нехватка высоко квалифицированных рабочих мест, которые являлись бы гарантированными с приемлемой заработной платой. Для не взрослых людей, а для выпускников вузов и средних профессиональных учреждений, заведений. И поэтому выпускники у нас выбирают местом своего жительства не Колпашево, потому что здесь нет просто работы. Некого инженера здесь негде устроиться на работу. Они выбирают Томск, Новосибирск и так далее. Можно я водички? Простите, пожалуйста. Так, и вот из тех, кто здесь есть, кто сюда возвращается по любым причинам, к родителям и так далее. Допустим, больные родители, дети обязаны здесь жить, чтобы их, так сказать, содержать. Если это, конечно, будет не так грубо сказано. В Колпашевском районе и по большей части в Колпашево и Тогуре можно работать таксистами в сфере торговли и бюджетных организациях, которые тоже потихонечку у нас сокращаются. Вторая причина, которая тормозит развитие Колпашевского района, это неэффективный подбор кадров. И из тех вакансий, которые у нас представлены от индивидуальных предпринимательных, частных организаций и бюджетных организаций, почти все имеют зарплату минимальную, на которую, допустим, мужчина пойдет работать на 30 тысяч, ему будет очень сложно содержать семью. Я уж не говорю о рождении новых детей, когда из-за садик надо платить и так далее. Следующий момент. Из-за того, что кадры подбираются неэффективно, ну, из-за того, что в том числе, потому что зарплата маленькая, специалисты вынуждены ехать, ну, искать альтернативные источники заработка. И многие уезжают на вахту. Я думаю, примеры приводить не надо. Вот. Дальше. Слабый и неотложенный найм приводит к естественной миграции пока еще оставшихся молодых перспективных кадров из Колпашевского района. Вот. И по поводу подбора кадров я просто приведу несколько примеров. Первый пример, самый очевидный, это выборы главы Колпашевского района, которые вот проходят сейчас. Было лишь одно упоминание в новостях на ТВК о заседании Думы, в которой было принято решение о том, чтобы назначить выборы главы района. И комиссия принимала документы с начала июля по начало августа, все. Не было рекламы, не было каких-то привлекающих внимания объявлений и так далее. Казалось бы, район вымирает, люди уезжают. В этом конкурсе должно было бы поучаствовать, ну, я не знаю, человек 20-30. У всех должны быть разные программы. И эти программы должны быть в открытом доступе. То есть по программе понятно, а что будет с районом дальше. Ну, к сожалению, вообще из всех кандидатов, а их было трое, в открытом доступе была только моя программа. То есть, ну, я этим не горжусь, просто я это сделал, потому что сделал и хотел, чтобы люди это увидели, мою программу. Да и я сомневаюсь, что депутаты проводили, местные депутаты, которые сегодня будут голосовать, что проводили какие-то собрания с населением и говорили, вот у нас два кандидата, за кого мне проголосовать. Я думаю, такого не было. Ну, если, когда закончу выступление, скажите, что было, например. Я просто так считаю. И второй пример о эффективности подбора кадров. Ну, это мои попытки устроиться в прошлом году в образовательные учреждения. То есть я получил переподготовку в Томском государственном педагогическом университете. Ну, получил педагогическое образование. Но, к сожалению, устроиться не смог. В некоторых организациях, учреждениях, вернее, образовательных, доходило до абсурда. Но об этом, конечно, на камеру говорить не буду. То есть кому интересно, потом по личной беседе могу рассказать. Третий пункт тоже пока говорить не буду. И третья причина, которая тормозит развитие Колпашевского района. Ну, что я имею в виду вообще тут причина, которая тормозит? Да, то есть это почему люди даже не устраиваются на те места, пусть с низкой зарплатой, на которые сейчас есть вакантные места. Почему они не устраиваются сюда работать? Это потому, что есть незащищенность социальная. То есть если вдруг человеку что-то не понравится на рабочем месте, он захочет высказать свое мнение, то он будет незащищен. По нему будет преследование. Начнутся проверки его учреждения, если он, например, не главный в этом учреждении. Ну и так далее. Будет выживать человека как могут. Ну и явный пример, я думаю, все о нем знают. Это мое прошлогоднее увольнение. Естественно, оно было по собственному желанию, чтобы не поднимать шума с управления по пожарной безопасности. Вот. Так. И так далее. То есть у нас есть, может быть, где-то есть профсоюзы, но они созданы эффективно. То есть они забирают по 1% заработные платы с работников, а взамен дают, выделяют подарки на Новый год и различную материальную помощь. То есть от профсоюза больше толку, ну, я думаю, тоже для этого ни для кого не секрет. Поэтому человек должен облагораживать свое рабочее место, он должен вносить какие-то коррективы, что-то не понравилось предложить, а лишний раз боится. Ну и для примера вам, очень простой пример, это когда летчики заходят на посадку, очень много было таких историй. Они, рискуя здоровьем всех пассажиров, боятся заходить на второй круг, потому что они не защищены, им придется делать отписки и так далее. Вот, а, ну, это, сами понимаете, многих пугает, то есть даже отписки, я уж не говорю про угрозу увольнения и так далее, потому что там за растрату керосина и всего прочего. Вот, дальше. Третий пункт моей программы, он общий был для всех, комплекс мер по решению проблем социально-экономического развития Колбашского района. Базовой задачей является сохранение и приумножение численности населения. Без решения этой задачи особого стратегического значения для страны не будут иметь такие, так сказать, такие моменты, как строительство социально значимых объектов. Ну, что я имею в виду? То есть, если мы построим спорткомплекс, ФАПы, там, допустим, даже школы, ну, то есть у нас население вымирает, да, школы есть, новую школу построишь, что изменится? И, допустим, благоустройство территории. Это никак не изменит демографию, то есть район по-прежнему будет вымирать. Вот, и я опять же перехожу к цифрам. То есть у нас есть Верхнекетский район, ну, как один из самых таких ярких примеров в этом вопросе. Верхнекетский район, там было построено два спорткомплекса, один с бассейном, стадион там есть и так далее. У них есть железная дорога, то есть и в них нет ни моста, не надо им мост, ничего. У них есть железная дорога, прямая связь с Томском. А все равно население сокращается. То есть, понимаете, все эти благоустройства, это все вещи второстепенные. Надо решать коренную задачу, это сохранение, приумножение населения, то есть привлечение. Так, ну и продолжим дальше. В общем, первое, это осуществить влияние на миграционный фактор, который относится к сохранению численности населения. И одним из способов будет это создание рабочих мест, новых рабочих мест. То есть, в полномочия органов местного самоуправления этот пункт входит в создание муниципальных предприятий, организаций и так далее. В том числе, реорганизация их и ликвидация. Поэтому, что я предлагаю? Для начала, для этих целей необходимо преобразовать существующие в Колпашском районе частные предприятия, выполняющие социально значимую роль, в муниципальные. Ну или если там, то есть я этих тонкостей не знаю, но потом попозже расскажу, как об этом узнать. Или придется создать новые, если вдруг будут какие-то проблемы. В первую очередь необходимо реорганизовать наши проблемные предприятия. То есть, первое, это которое отвечает за транспортное обеспечение населения. И потом уже остальные, это коммунальные услуги, водоснабжение и отопление. Перевод данных видов деятельности под контроль муниципалитета позволит обеспечить конкурентноспособную заработную плату, потому что она будет назначаться не из условий извлечения максимальной прибыли, а из условий привлечения работников, сохранения их на местах и выполнения ими обязанностей своих качественных. Дальше. И также, вот какой еще плюс от муниципальных предприятий, это что любые финансовые операции внутри организации будут максимально прозрачными. Ну тут опять же, примером, далеко ходить не надо, это наше АТП, которое постоянно пытается закрыться и так далее. Ну и ездим мы, да, пазики появились, но они все равно немножко староваты. То есть, можно взять автобусы в лизинг и спокойно ездить. Опять же, дальше объясню, как это сделать. И только у них какая-то проблема у АТП, сразу у нас субсидия с бюджета. То есть, чем не муниципальное предприятие? Единственное, что это можно сделать уже официально и, как говорится, посадить туда человека, который будет не для прибыли работать, а выполнять качественные транспортные услуги. Исполнять, предоставлять. Дальше. И второй момент по созданию муниципальных предприятий. Необходимо создать городообразующие предприятия. То есть, помимо муниципализации социально важных предприятий, необходимо создать городообразующие предприятия. На данный момент видится мне создание такого предприятия в сфере строительства. То есть, строительно-монтажное муниципальное предприятие. Это предприятие, создание такого предприятия позволит создать не только высоко квалифицированные рабочие места и обеспечат работой жителей на многие годы вперед. Допустим, у нас есть Томский государственный архитектурно-строительный университет, то есть выпускники, даже колпаш-то уже спокойненько и даже, мне кажется, весело побегут обратно в колпаш, будут здесь заводить семьи и так далее, имея гарантированное рабочее место и хорошую зарплату. Но создание такого предприятия также и ускорит выполнение строительства многих объектов в рамках национальных проектов, которые регулярно проваливаются частными строительными компаниями. Дальше, теперь, это я рассказал два пункта по влиянию на фактор миграционной убыли населения. Теперь о естественной убыли населения, то есть превышение смертности над рождаемостью. Для того, чтобы сократить смертность, необходимо будет воздействовать на причины ее порождающие, то есть вредные привычки. Я думаю, тоже ни для кого не секрет, это моя повестка. Алкогольные и табачные зависимости вносят весомый вклад в развитие сердечно-сосудистых и раковых заболеваний и поэтому вызывают преждевременный уход из жизни наших сограждан. Поэтому необходимо на постоянной основе ввести уроки трезвости в образовательных учреждениях и на предприятиях, что позволит снизить количество людей, склонных к самоотравлению, что в свою очередь приведет к сокращению количества преждевременных смертей, оздоровлению взаимоотношений между людьми, а также увеличению производительности труда, но это если вдруг мы создадим здесь какое-то предприятие, где этот показатель будет важным. Здесь присутствуют у нас в зале некоторые люди, которые уже познакомились с уроками трезвости. Если будет возможность, можете высказаться потом, когда я закончу свой доклад. Мне самому это интересно. Дальше. Вымирание сел. То есть сел у нас сократятся намного быстрее, чем Колпашский район в целом и город Колпашево. Поэтому там тоже необходимо будет создавать рабочие места. Участники туда не идут, поэтому они должны быть муниципальными. Дальше. Одновременно с этим необходимо будет, естественно, выполнять обязательства по действующим национальным проектам. Причем должна быть такая инициатива, что благоустройство должно быть. Это не только озеленение, какие-то архитектурные формы и так далее. В благоустройство проекта надо выносить многоквартирные дома. То есть это первое, что нужно людям, а не аллеи влюбленных. Дальше. На предприятиях и в организациях необходимо будет вести разъяснительную работу с сотрудниками по созданию независимых профсоюзов. Ну и, естественно, объяснять им важность наличия таких организаций. Причем важность этих профсоюзов, она как и для работника, так и для самой организации. Дальше. И последний момент в этом третьем пункте – это переориентация небольшой повестки средств массовой информации в более благоприятную сторону. То есть поменьше пожаров, поменьше убийств надо будет вернуть, как раньше сидел человек в погонах и просто зачитывал, и в газетах. То есть поменьше вот этого негатива, побольше положительной повестки. И повестка должна быть целенаправленной на воспитание нравственности, на повышение сознательности родителей, которые, ну, сейчас мы знаем, да, что они не совсем хорошо следят за детьми. Ну и, естественно, пропаганда занятий физической культурой и спортом, и в целом здоровый образ жизни. Четвертый пункт программы – это сроки реализации комплекса мер по решению проблем социально-экономического развития Калпашского района. Тут сложно, конечно, что-то прикидывать, но примерно вот так будет. В ближайшие 2-3 года необходимо будет реорганизовать предприятия, оказывающие население транспортные услуги и услуги по отоплению, сделав их муниципальными. А также подготовить законодательную, законодательную, это надо будет работать в тесном контакте с областной администрацией, подготовить законодательную кадровую базу по созданию нового строительно-монтажного муниципального предприятия, обеспечить его финансирование из бюджетов различных уровней. Дальше по срокам реализации уроки трезвости можно начать проводить немедленно, и они не потребуют никаких финансовых выливаний. То есть это все бесплатно, и самый легкий способ, как говорится, проявить детям здоровые привычки. А то число вейперов растет, а все делают вид, как будто этого не происходит. Для кадровых служб учреждений необходимо будет проведение курсов повышения квалификации, а также передача опыта по найму квалифицированных кадров от передовых предприятий учреждений страны. Что здесь подразумевается? Мы находим передовое предприятие, где все хорошо с кадрами, где высокая производительность труда, прибыль и так далее. Зовем наших кадровиков, они с ними созваниваются, но любыми способами, и просто перенимают опыт. Обязательно надо перенимать опыт. Я сейчас не предлагаю здесь изобретение какого-то велосипеда. То есть все очень просто. Дальше. Проработка вопросов по созданию независимых профсоюзов. Это 2022-2023 год, 2024 надо будет создавать уже профсоюзы. И вот эти вышеперечисленные меры могут привести... То есть идеальные картины, естественно, я не рисую. Они могут привести к остановке оттока специалистов, то есть это миграционная составляющая, и к замедлению естественной убыли населения. Это вот эта естественная составляющая. Дальше. Пятый пункт моей программы. Ресурсное обеспечение реализации комплекса мер по решению проблем социально-экономического развития Калпашского района. Ресурсное обеспечение... Ну, тут все просто. Ресурсное обеспечение будет организовано и реализовано за счет районного и областного бюджета. Ну, больше, скорее всего, областного, потому что районный бюджет дотационный, своих доходов у нас не так много. И поэтому, работая плотно с областной властью, необходимо будет пересмотреть статьи расходов на областной бюджет, начиная с 2024 года. Так, и самое основное, вот по поводу ресурсного обеспечения. То есть перед тем, как все это реализовать, необходимо будет прям встречаться с администрацией Томской областью и доказывать необходимость создания муниципальных предприятий. Причем доказывать надо будет это на цифрах. Потому что, ну, то есть 30 лет вымираем, да, сколько еще ждать? Сколько ждать? То есть прорыва не будет, это точно. В рыночной экономике государство должно брать ответственность за сохранение населения на себя. И последний пункт, шестой, это механизмы реализации программ по развитию района на ближайшие пять лет. Не хочу никого не обидеть, но в моей программе ни разу я не упомянул о том, что я там в качестве главы и так далее что-то сделаю. Вот, ну, правда, не хочу, это просто вот мой текст, он такой был сейчас. Вот, то есть глава района один ничего не может сделать. Тем более махина вот эта вот, которая за 30 лет набрала ход по уничтожению нашей страны, она, ну, ее сложно будет остановить в одиночку. То есть это нужно будет слаженное действие, в том числе внутри администрации, экономический отдел, экономический и финансовый отдел, правовой отдел и так далее. То есть все работники должны понять, что должны понять одно, работники администрации, в том числе и районы, да и областной тоже потом, если вдруг здесь получится коллективно нам понять то, что мы вымираем, вот, и эту ситуацию надо менять. Вот, так, значит, каждый работник администрации должен будет осознать, что сохранение населения России важнее любых денег, важнее любых денег. Вот, то есть прибыль, вот эта рыночная экономика, конкуренция и так далее, это должно отойти на второй план. Должна, на первый план должна выйти забота государства о своем населении, вот, и как основной, один из основных шагов, это создание муниципальных предприятий за счет бюджета. Деньги в стране есть. Поэтому, после осознания всего этого, нам предстоит очень тяжелая работа, вот, поэтому, как напутствие такое, что мечты о пассивном доходе придется отбросить в сторону. Итак, что дальше? Если вдруг будет понимание в администрации Колпашского района, во взаимодействии с областной администрацией, с депутатами ДУМ, на федеральном уровне и так далее, уже у нас есть примеры создания успешных муниципальных предприятий на территории города Новосибирска. Это социально значимые предприятия, еще раз недавно заходил на сайт, посмотрел список, то есть, в том числе, это автотранспортные предприятия, ЖКХ, электроснабжение и, по-моему, водоснабжение тоже. То есть, там порядка восьми муниципальных предприятий уже действующих. Они действуют за счет бюджета, и население Новосибирска значительно прибывает, прибавляется. Поэтому несложно будет всем заинтересованным лицам либо поехать в Новосибирск, либо поставить видеоконференцию и просто спросить, а как нам сделать муниципальное предприятие. Потому что, раз оно там действует, оно действует в рамках закона. Я не юрист, поэтому я вам сейчас все вот эти шаги юридически не смогу. Но раз оно действует, значит, это возможно. Надо делать это на территории Колпашевского района. Надеюсь, я вообще доказал, что создание рабочих мест это единственное, что остановит вымирание Колпашевского района. Итак, напоследок, что бы я еще хотел сказать. Такая простая арифметика. Какой бы выбор вы сегодня не сделали, это не агитация. Какой бы выбор вы сегодня не сделали, завтра население района уменьшится на одного человека. Послезавтра на двух, к понедельник на трех человек и так далее. И в следующий раз, когда вы станете перед выбором, население района будет уже 34 тысячи человек. А еще через пять лет, то есть, ну, это сроки главы района, да, и, соответственно, вот этой повестке, которая, в принципе, была доложена вам всем, еще через 10 лет население 31 тысяча. Скорее всего, не будет некоторых школ, ну, садики. Садик у нас вообще закрывается регулярно, но и не будет, скорее всего, сел. Вот. И еще один момент хотел бы сказать, раз у меня есть возможность выступить перед всеми. Многим может показаться, что эта информация негативна. И нас пытаются, ну, чтобы мы замолчали, чтобы мы не говорили негативную информацию. Поймите одно, что негативная информация нужна, критика нужна. Если бы негативная информация была плохой, тогда нам бы пришлось закрыть военную разведку. Из военной разведки никогда не поступает хорошая информация. Там только негативный. Враг там, враг тут и так далее. Я благодарю всех за внимание. Извините, что если долго. Спасибо. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, к Александру Владимировичу. Пожалуйста. Рыблок, Анатолий Федорович. Александр Владимирович, теория – это хорошо. Да. А вот практика. Вот вы сказали, что предприятие сокращается. И как вы их собрались увеличивать? То есть это условия рыночной экономики. И вот конкретно шаги по городу Халпашки. Если вот ваш предшественник выступал, да, он говорил конкретно, вот это, вот это, вот это. А мы сегодня лекцию послушали. Вы скажите, пожалуйста, вот ответьте на этот вопрос. Как конкретно из них шаги? Надо показать, во-первых, областной власти, федеральной власти, что страна вымирает с этими нацпроектами и так далее. То есть нужно вливание и поддержка областного бюджета, ну и соответственно федерального бюджета. Вот и все. То есть надо увеличить приток денег на территорию Халпашеского района. Это единственный способ. То есть больше деньги сюда никак не привлечу. Вот и все. Такой простой. Так, и второй вопрос. А как вы собираетесь повышать количество населения? Вот тут же конкретные шаги, пожалуйста. Создается предприятие, вот допустим, на примере автотранспортного предприятия. Мы, если предприятие муниципальное, мы в рамках наших полномочий можем составлять тарифные сетки, разряды и так далее. То есть мы можем поднять зарплату. И предприятие будет муниципальным, соответственно, там будут совсем другие социальные гарантии. В отличие от тех, которые есть сейчас. Ну, я периодически езжу на маршрутке, там на тройке, потому что на единственной газете последний. Ну, вот я общаюсь там с водителями, они рассказывают все, как это происходит. Ну, соответственно, если ты поднимаешь зарплату, то не надо будет уже водителей из Киргизии сюда приезжать. То есть своим устроиться будут работать. Они свах. А что за счет бюджета? Опять же, все бюджет. А где? А если в предприятии нету и выступлении нету, как бы? Областной бюджет. То есть мы говорим, население Калпашского района, если мы не создадим, вымрет, если мы не создадим муниципальные предприятия. И все. И потом они говорят, ну ладно, вымирайте. Вот что они еще ответят. Поэтому мы потом на телевидении нигде говорим. Областная власть не готова. Что? Повышать население. Вот рабочие специальности, люди, которые, они будут оставаться и постепенно, у них, во-первых, будет гарантированное рабочее место. Гарантированное рабочее место, это, ну, грубо говоря, там, это теория, а практика? Только ты и есть практика. Да вот муниципальные предприятия города Новосибирска. Население увеличивается. Ладно. Значит, Игорь, такой еще вопрос. Давайте поближе, как бы, к земле. Вот, например, у каждого не обращались, к газификации. Как вы видите дальнейшую газификацию и обеспечение чистой водой населения? Ну, это все в рамках, вот, как сказать, это... Вот вы, как слова, пришли, и как вы этот вопрос будете решать? Есть у нас областные программы, в рамках этих программ будем работать. Ясно. Ясно. Причите. Все, прошу. Алексей Владимирович, у меня такой вопрос к вам. Муниципальные предприятия, это наше будущее, да? Да. Как вы говорите, что где-то они есть, это там хорошо, езжайте, смотрите-то. Если муниципальные предприятия, хорошо, как мы под вашим руководством будем реорганизовывать частные предприятия в муниципальные? Я говорю, ну, это, по сути, планка национализации. Это революция? Да. Я же, мне ни разу не прозвучало слово, там, КПРФ и так далее. То есть, я вам в рамках вот этой системы все расскажу. Я здесь бесплативно, бесплативно, бесплативно. Я спрашиваю, вы как руководитель наш приходите на Думу и говорите, вот мы реорганизуем, как мы их реорганизуем? Договариваться, договариваться, выкупайся, выкупайся, с хозяевами. А где деньги берем? В бюджете. Все в бюджете, я говорю, государство должно... То есть, уже сейчас на час... Если бы у нас был бюджет такой огромнейший, и все, у нас был, как говорится, коммунизм. Но тогда никаких проблем не было. Ну, не совсем так. Во-первых, бюджет есть и коммунизм нет, да? Дилег есть? Соответственно, чуть-чуть подрезать дивиденды олигархов. Вы приходите на Думу, послушайте, когда бюджет верстался, вы приходите? Я смотрел. Смотрели. Сейчас вот осенью будут отчеты, как мы их исполняем, и предложения. Я приглашаю вас, придите, посмотрите. Спасибо. Ну, я в курсе, как это делается, но спасибо. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Разрушенные частные предприятия, то есть он возьмет их на себя, да, всех сотрудников, обеспечит им гарантии зарплаты, социальных и всяких разных карт. С Новосибирсом. Насколько я понимаю, Новосибирск не рационный город. Он сам раздаёт бюджет в разные свои поселения. Мы же, в том числе, мы, вернее, в отличие от него, получаем деньги с области. То есть ту сумму, которую нам выделяет область, которая просчитана и так далее. Мы имеем право тратить эти деньги, которые зарабатывали на область, можем потратить на себя. Каким образом вы видите ту перспективу, когда вы становитесь главой района и с намерением разрушить практически всё в Калпашском районе, да, что бывает часто до основания? А затем, ну, это, кстати, из вашего инновационала, по-моему, вы тут силуя на их постройки, да? Ну, а что делать население Калпашского района в этот период, когда вы будете всё рушить, а потом будете строить? Я, наверное, не доживу до конца. Нет, а рушить мы ничего не будем. Ну, это из ваших слов, в общем-то. И вы сами себе противоречите, я представитель средств массовой информации. Да, в общем, я авиатор, вообще, не полная память. Вот ту сказку на корочке, которую вы говорите, и что командир там сделал раз, а потом, где-то не знает, что делать, рискует пассажирами, садится, хрен с ними пусть прогибают, но я всё равно саду, чтобы бумажку не писать. Ну, это неправда. Решение принимает в музыке только командир. И у вас ходить никто не может, даже без встречи. Это вам на будущее. Ну, и я не могу понять. Вот приходите к власти, и что дальше? Вот вы смотрите, в одной части, где вы не очень любите средства массовой информации, вы говорили о том, что мы негативную информацию... В том числе, в том числе. Ну, наверное, много положительного, побольше. Да. Проспорт, трилл выбор жизни и всё остальное. И тут же мы в последних своих словах заявляете, что негативная информация, наоборот, помогает ориентироваться в ситуацию. Ну, конечно, если она есть, смотрите, или рассказать о пожаре... Нет, это разные вещи. Повестка средств массовой информации, повестка, которую я заинтересованным людям... Средства массовой информации, в принципе, при задаче информировать население, ради которого вы работаете. Да, повестку можно сказать. Если население узнает право, которое происходит в районе, соответственно, они будут лучше ориентироваться к тех обстоятельств, которые живут. А вы сегодня призываете сначала, а потом второе. Нет, непонятный ответ не надо. Я всё понимаю сам. Временно исполняющий губернатора, который сейчас, Владимир Владимирович, он сразу одним из первых своих шагов сказал, что надо перерассмотреть вот эти вот средства, которые распределяются. То есть у нас в Томской области добывает нефть, соответственно, у нас есть хорошие доходы, но большую часть доходов мы посылаем в Москву, а нам приходят крохи. Он говорит, надо перераспределить этот процент. Поэтому свою работу на посту главы района я вижу в тесном взаимодействии с губернатором снова. И перераспределение именно той части денег, которая положена на всю область, на Колпаши. Ну, тут только разговоры, только... Мы действительно здесь в себе не держим. То, что нам прошло, что происходит. Поэтому мне какая-то, как бы, тренинг, в которую я прослушал сегодня, да, вы как глава района будете ездить и просить деньги всё больше и больше, потому что на этой этой кообразовании. Я думаю, здесь фиаско, понимаете? А сейчас не фиаско у нас? Сейчас это жизнь, понимаете? Я про что и говорю, надо менять курс. Чем раньше, тем лучше. А с этой системой вообще никаких гарантий, вы поймите. Какая система, у которой 30 лет существует, рыночная экономика, всё просто. Вы же существуете сами за счёт дотации. У нас про дороги говорили, про пол говорили. Какие гарантии? Никакие. У нас сейчас не дискуссия, а вопрос. Сейчас мы приедем. Мы приедем по 10 миллионам. Мы прощаем дискуссию. Если квартально, значит, лучше. Сергей Александрович, всё? Мы приедем, давайте сейчас. И тоже, как это, да, уже динансировали. Александр, вы знаете, что... Мы знаем друг друга давно, поэтому, как бы, вы знаете, что мы всегда общаемся на прямую и создаём вопросы честные и открытые. Во-первых, хочу сказать спасибо обоим кандидатам, да, на должность главы за их доклады. Немного проанализировал, что я делаю, в принципе, всегда. То есть, Антон Борисович нам представил доклад как грамотного специалиста, работающего в бюджетной сфере. То есть, ваш доклад, он мне тоже абсолютно понятен, но вопросы, конечно, у меня тоже по нему есть. Вопрос, по большей части, как бы, у моего заключения, что это программа президента Российской Федерации. Почему? Потому что вы ставите перед собой задачи, которые вы на месте главы Калпасовского района просто выполнить не сможете. Почему? Потому что, ну, вы сами это прекрасно понимаете. То есть, это, по сути дела, доклад получается такой абстрактный. Что касается практической части, да, и вопрос в чём. То есть, вы на сегодня являетесь же депутатом областной думы. Вы сами ведёте постоянную работу с органами власти субъекта Российской Федерации, соответственно, как, ну, так как субъектом, так и на месте, да, с муниципалитетом. Вы вполне можете решать эти вопросы уже сейчас, правильно? Если поступит запрос на муниципальное, создание муниципальной припяти, конечно, то есть, я иду. Так, может быть, всё-таки продолжить работу в данном? Артём Анатольевич, очень верно подмечено. То есть, в любом случае, это же я для чего сюда пришёл? Помимо того, чтобы претендовать на должность главы района, ещё и донести информацию. Пусть она негативная, вот, кажется, но она нужна. Вот, и поэтому отсюда надо что-то брать и работать всё равно в этом направлении. Я говорю, 30 лет, сколько мы ещё будем терпеть сокращение? Ну, сколько? Когда будет этот прорыв? Ведь никто не знает. Не скажете, что 2030 год будет прорыв? Да нет. Стратегии экономического развития Томской области. У нас население, запланировано сокращение населения на 17 тысяч. А сейчас уже минус 7 тысяч. То есть, это надо будет корректировать. И там, к 30-ому году уже миллион будет в Томской области. Потому что сам Томск является депрессивным городом в этом плане. Поэтому, вот, да, надо брать с собой программ и работать. Ну, ещё поскольку, буквально, всё-таки, так как действующий, да, работник муниципалитет, могу бы точно вам сказать, что мы на месте не сидим, работаем и тяжело, и работаем много и тяжело. И, как бы, по большей части сегодня наша работа напрямую зависит от вас, как от депутата областной думы. Вот, по большей части она напрямую зависит от вас. И уровень жизни в районе зачастую, не то что, на 100% зависит именно от вас. Потому что вы там принимаете эти решения, которые исполняем мы здесь, на месте, на земле. Вот. Ну, наверное, всё-таки здесь программа, которую... Программу мы должны будет услышать здесь, программу ту, которая направлена именно на решение вопросов наших местных сегодня. А, к сожалению, как бы я услышал программу, которая рассчитана на всё-таки на уровень немного выше. Тот, который исправляет надо смерть, а не на месте. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ещё вопросы. Задавайте. Я сейчас уже на все вопросы слушаю. Александр Владимирович, спасибо, конечно. Было интересно послушать ваше видение о развитии Капарского района. Знаете, у меня, конечно, такой маленький штришок, что меня задело особенно. Вы говорили о благоустройстве нашей территории, городского поселения, которое сегодня действительно расцветает, есть зоны отдыха. А что меня затронуло? Вы сказали. На первое место благоустройство многоквартирных домов, а не аллеи влюблённых. Вы говорите о приросте, а это создание молодой семьи тоже плюс. Ну, не в этом дело, у меня к вам вопрос такой. А что вы сделали, как житель Калпашева, для благоустройства многоквартирного дома, в котором вы живете? Яму почистил возле окна. Каждый год чищу. Нет, что вы сделали? Вот это благоустройство. Вот там вот канава у нас есть, который подсадит. Я ее чищу каждый год. Это вы ищите. Стойте, это ответ на вопрос, что я сделал? Я сделал? Все просто. А по поводу того, что вы услышали, я говорил не благоустройство многоквартирных домов, а строительство. Строительство многоквартирных домов. Вы сказали благоустройство. Как я сказал? Благоустройство? Ну ладно. Видишь, Сергей, у меня еще есть вопросы. У меня два вопроса осталось. Александр Владимирович, все спрашивают про деньги, я тоже спрашиваю. За счет чего вы видите увеличение зарплаты молодым специалистам? Да все за счет бюджета. Государство должно взять... Откуда деньги в бюджете? Ну я же тоже сказал, что мы в Тауской области добываем нефть. Все деньги уходят в Москву, крохи возвращаются назад. Крохи надо увеличить. Это будет делать в Рио губернатор. Когда он это сделает, мы пирожок поделим, и нам еще побольше привлечем средств. Вот и все. Но это грубо. А значит, ну я понимаю, ну как вы меня интересует, я тоже самое задавала Антону Борисовичу, меня интересует за счет внутренних сил мы можем как-то увеличить бюджет? Ну как-то эту сторону рассматриваете? Не именно те деньги, которые придут извне, а те деньги, которые вы можете внутри себя взять? Я надеюсь, все помнят те цифры, которые я привел в начале, что у нас частные предприятия и всякие организации и так далее, их подразделения, они сокращаются. Причем стремительно. Поэтому создание там благоприятной среды для среднего и малого бизнеса, вот это все, он не работает. То есть конкуренция все равно пожирает одного из собственников, вот именно того или иного бизнеса, и все сокращается. Вон зашли вот эти мариера и так далее, они подмяли под себя все вот эти вот мелкие торговые точки и так далее. А деньги даже не знаю, кстати, вот, ну честно, не знаю, куда налоги уходят, от этих магазинов. Муниципальные предприятия. В чем вы видите миссию нашего района, ну, возможную, так скажем? Сохранить территорию, чтобы враги не напали, чтобы они не заселили. То есть я говорил, да, что можно сделать строительно-монтажное управление, вот это предприятие, да. Можно сделать базой именно Калпашский район, и она будет обеспечивать строительными услугами, причем надежными, не только Калпашский район, но и ближайшие районы. Я думаю, все слышали о школе в Подгорном, которую строили три года. Частные компании так и не смогут, не могут достроить. Ну и второй момент, это предложение тоже, к сожалению, не упомянуло о нем. Это сделать Калпашево центром среднепрофессионального образования и все. То есть вузы в Томске, у нас здесь свой кампус. Ну вот, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы все еще опять? Есть. Хорошо, замечательно. Очень серьезный у нас этап заслушанных двух кандидатов, поэтому мы переходим к следующему. Спасибо. Мы переходим к процедуре обсуждения. Я хочу представить, предоставить слово руководителю фракции партии «Единая Россия» Владимир Валерьевна. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, на правах руководителя фракции политической партии «Единая Россия» в Думе Калпашевского района считаю необходимым сообщить вам о том, что сегодня состоялось собрание фракции, в повестке которого стоял вопрос о поддержке кандидата из числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии по результатам конкурса для избрания на должность главы муниципального образования Калпашевский район. В ходе заседания всеми депутатами фракции было вынесено решение поддержать кандидатуру Агеева Антона Борисовича при избрании на должность главы муниципального образования Калпашевский район. Кроме того, кандидатура Агеева Антона Борисовича поддержана решением конференции местного отделения политической партии «Единая Россия» и президиумом регионального политического совета партии. Будут еще выступления? Пожалуйста. Коллеги, я выступаю от имени и по воручению моих избирателей. Сегодня с утра я проводил встречу с ветеранами вооруженных сил, на которых присутствовал, примял участие Рыболов Анатолий Федорович, где мы обсуждали выборы во все уровни власти, говорили много, и результат этой встречи был наказ мне довести до депутатов Думы Калпашевского района, что ветераны вооруженных сил единогласно поддерживают кандидатуру Агеева Антона Борисовича на пост главы Калпашевского района. Это мнение ветеранов вооруженных сил и наших избирателей. Это ответ на то, что избиратели... Спасибо. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, если здесь желаю еще есть поступить. Пожалуйста. Я от себя лично, но, наверное, от большинства педагогических сотрудников нашего района поддерживаю тоже кандидатуру Антона Борисовича. Хочу, я вот сегодня выслушала две программы, и, наверное, только в программе Антона Борисовича. Я услышала, что человек полностью владеет социально-экономическим состоянием в районе, видит перспективы развития нашего района, и в программе которого действительно уделено достаточно много времени это нашему социальному развитию, это развитию нашего образования. Спасибо. Еще выступления будут? Нет. Если выступлений больше не будет, переходим к процедуре голосования. Очень серьезный и важный момент. Прошу очень серьезный момент подойти. Сейчас я не пытаюсь. Кто за то, чтобы избрать главой Калпашевского района Агеева Антона Борисовича? Прошу голосовать за. Против. Вы сдержались. За Агеева Антона Борисовича проголосовало у нас восемь депутатов. Против. Два. 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 Один воздержался. Два. Один воздержался. Хорошо. Все честно и не было. Слышно. Переходим к голосованию по второму кандидату. Кто за то, чтобы избрать главой Калпашевского района Колесникова Александра Владимировича? За. Против. Воздержался. Семь против. Один воздержался. Проголосовало за. Еще раз. Трое. Трое. Против. Семь. Семь. Воздержался. Один. Оглашаем результаты голосования по результатам избрана главы Калпашевского района. Таким образом, сейчас вы все поняли, да, что большинством голосов от установленной численности депутатов главы Калпашевского района. Изман Агеев Антон Борисович, чем я вас очень поздравляю. Уважаемые присутствующие, хочу вас поблагодарить за то, что оказали мне доверие. Спасибо вам большое. Но на будущее надеюсь, что наша работа будет с вами более продуктивной, более совместной и нацелена на одну единственную цель – на благосостояние нашего населения. И вам спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ